Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! До старта сезона ВХЛ совсем немного времени. Профессиональные спортсмены используют все возможности, чтобы после двухмесячного перерыва вновь сыграться и набрать нужную форму. Ребята из ХК Саров по традиции принимают участие в Кубке Дизеля в Пенде. Помимо хозяев турнира и нашей дружины за главный трофей будут бороться Казанский Барс, Южный Урал и Зорска и одноименная команда ВХЛ из Рязани. Первый матч турнира между ХК Саров и Барсом завершился со счетом 3-2 в пользу казанцев. В первом периоде подопечные Игоря Веркина ввели в счете 2-0. Во втором хоккеистам Барса удалось отыграть заброшенные шайбы. Победную шайбу в ворота Саровчан соперники забросили всего за 10 минут до конца матча. Второй матч с Южным Уралом и Зорска наши ребята выиграли. Итоговый счет на табло 4-1. И это первая победа нашей команды в обновленном составе. Вид спорта в футбол. У представителей этого самого масштабного спортивного увлечения в мире сейчас идет самый активный этап сезона. Игры идут во всех лигах и турнирах. На прошедшей неделе на центральном поле стадиона Икар прошло первенство Нижегородской области по футболу среди ребят в возрасте 14-15 лет. В первом домашнем матче турнира саровские спортсмены встретились сильнейшие команды области Спартаком из Богородска. О том, каковы шансы команд и в чем секрет побед, мы узнавали у ребят на поле. Юные саровские спортсмены точно знают, чтобы победить в футбольной схватке с сильным соперником, надо забивать первым. После этого эмоции часто берут верх над игроками догоняющей команды и они начинают допускать ошибки. Ребятам из команды Дюшикар 2003-2004 удалось первыми реализовать гол, а дальше надо просто выполнять установки тренера. Максимально больше контроля мяча, побольше пробить воротом, то есть увеличить реализацию и выиграть эту команду. В Богородске сильные футбольные традиции мужская сборная всегда в тройке лидеров областного чемпионата. Этот же подход стараются использовать и юные спортсмены. Но при этом, по словам тренера детской команды Александра Батурина, никакого секрета победы у ребят не существует. Успеха достигают те, кто упорно занимается на тренировках и не стесняется пробовать при подготовке что-то новое. Ведем в ногу со временем, какие-то современные технологии или тактические концепции мы исследуем. Куда движется футбол, нельзя же просто так играть, как раньше 4-4-2-2-2-2. Современные технологии это правильно и нужно, но как заявляют игроки обеих команд, главное помнить, честь какого клуба или города ты представляешь на футбольной площадке. А профессионалы им вторят, выигрываешь тогда, когда знаешь, за что сражаешься. А пока подростки выясняют, кто лучше забивает голы, команда в чемпионате города играет уже 12-й тур. И вот его результаты. Буревестник и «Авангард» закончили встречу в ничью 0-0, а «СК Терем» и «Вымпел», показав красивый футбол, закончили встречу со счетом 5-4 в пользу «СК Терем». А возле встречи команды «Динамо-УВД» и «Динамо» из войнской части Елена Грицкова наблюдала вживую. Как прошла встреча, смотрите в нашем сюжете. «Динамо-УВД» и «Динамо-ВЧ» – давние соперники на футбольном поле. Они уже не раз встречались в рамках городских чемпионатов. Футболисты сборных знают сильные и слабые стороны друг друга, что позволяет им на ходу менять тактику и корректировать игру. Команда УВД, проиграв военнослужащим в первом круге, ко второму кругу обновила состав. Николай Сафронов в связи с болезнью не вышел на поле, но пришел поддержать своих сослуживцев. На второй круг мы усилили свою команду молодыми ребятами, которых пригласили. И надеемся, что команда «Динамо» во втором круге будет выступать гораздо удачнее, чем это сложилось в первом круге. Командовая на случаях, перед выходом на поле отметила комфортные погодные условия, так как в этот день жара спала и прошел небольшой дождь. Сергей Румбаев, центральный полузащитник «Динамо-ВЧ», анализирует проведенные игры в рамках городского чемпионата, считает, что этот матч будет интересным и предсказать результат заранее нельзя. Я думаю, не сильно тяжело будет в плане физики, но в плане борьбы с соперником, то, естественно, тоже команда хорошая, неуступчивая, то есть борьба будет. Итог встречи 2-1. Несмотря на лето, мужчины и женщины продолжают сдавать тесты комплекса «Готов к труду и обороны». В этот раз особое внимание организаторы решили уделить стрельбе, одному из самых военизированных видов тестирования. Выбрать пневматическое оружие или электронное решает самому спортсмену. Но вот на каком проще и эффективнее выполнять норматив, я решил выяснить лично. И вот что из этого получилось. Максим Бердов на огневой рубеж пришел сразу после кросса на 3 километра. Молодой человек уверен, что если готовится заранее к сдаче тестов комплекса ГТО, то можно и пробежать как надо, и пострелять, и при необходимости еще и гранату метнуть. Когда встал выбор, из какого оружия сдавать норматив по стрельбе, выбрал электронное и не прогадал. «Это уже другая стрельба. Здесь нет отдачи, здесь все как-то половнее, здесь проинструктируют все дела. Если же стрелять из пневматики, то все равно какой-то фактор отдачи и прочие факторы все равно не роль играет». Сдача норматива по стрельбе из электронного оружия достаточно простое дело. Подходишь к рубежу, тебе дают 3 пристрелочных выстрела, ты их можешь произвести очень быстро, после чего производишь 5 выстрелов на зачет. Оказалось, что с первого раза неподготовленный человек вполне может выполнить тестирование, ну если не на золото, то на серебро наверняка. С пневматической винтовкой так не получится. Чтобы выбить заветные 25 очков на мишени, придется походить на тренировки. Стало известно, что находясь на отдыхе, Анна Архипова, спортсменка из Сарова, заняла второе место на всероссийском турнире по становой тяге без экипировки. Соревнования прошли на прошлой неделе в Крыму. Серебряную награду Саровченко-Звоевалов, подняв штангу весом 120 килограммов. Турнир прошел под эгидой Союза пауэрлифтеров России и относились к категории «Про». Я много раз говорил, нет ничего лучше занять и спортом на свежем воздухе. И того же мнения придерживаются и посетители спортивного клуба «Броско». На прошедших выходных они вместе с тренерами устроили тренировку на территории жилого комплекса Саровска-Ривьера. Все подробности в сюжете Марии Иронич. Доброе утро, поехали, вдох, выдох, еще раз, вдох. Три часа спорта на свежем воздухе для этих девушек это лучший вариант, как можно провести утро выходного дня. Желающих принять участие в фитнес-марафоне оказалось немало. Юлия Аношна на уикенд пригласила подруга. И, как признается спортсменка, она ни разу не пожалела, что пришла. Тренировки прошли весело и интенсивно. Несмотря на то, что я вообще первый раз сюда пришла, но почувствовала очень дружелюбную атмосферу, которая способствует занятию. Здесь очень красиво, очень зелено, плюс еще очень дома красивые, соответственно, присутствие речки рядом, набережной красивой. Поэтому я думаю, что место они выбрали очень удачное. В фитнес-вукенде приняли участие новички и те, кого уже можно считать опытным спортсменом. Татьяна Сластина – постоянный клиент клуба «Броска фитнес». Спорт уже давно стал неотъемлемой частью ее жизни. И провести воскресное утро на тренировке, пусть даже под жарким солнцем, для нее не проблема. Я уже шестой год занимаюсь, поэтому мне уже без этого никак не жить. Мне очень нравится этим заниматься, поэтому уже как бы привычка, уже не лежится дома, встаешь, уже бежишь на тренировку, уже знаешь, что будет сейчас. Бодрость, позитив, общение с девчонками – это так вообще заряжает энергией на целую неделю. Спортивный марафон под зажигательную музыку продолжался около трех часов. Для участниц организаторы подготовили обширную программу из трех мастер-классов. Начались зумбы и аэробики, а зарядившись энергией спортсменки перешли к силовым упражнениям – функциональному тренингу. Прыжки, отжимания, приседы. Чтобы добиться результата, участницам пришлось выложиться на максимум. Они крутые! Они молодцы, девчонки молодцы пришли, не поленились, поднялись пораньше. Мы видим прогресс занятий фитнесом, люди в городе больше стали этим интересоваться. Для них движение стало действительно частью их жизни. И наши клиенты, постоянные девочки, они не могут просто жить уже без фитнеса. И заключительный мастер-класс – бодибаланс. Это направление включает в себя йогу, стрейчинг, пилатес и, конечно, релакс. И, по мнению участниц, когда эти упражнения проводишь не в спортивном зале, они приносят двойное удовольствие. Занятия на свежем воздухе еще больше стимулируют и мотивируют. И после этого очень хорошее настроение, на самом деле. Это лучше, чем тренировка в зале. А вообще посмотрите, какой здесь прекрасный вид. И газон, и все. И, в общем, ревьера супер. Фитнес-уикенд отброска фитнес никого не оставил равнодушным. Мастер-классы получили большой отклик среди сравчанок. А это значит, что организаторы постараются теперь как можно чаще проводить подобные открытые занятия. На этой неделе сразу несколько мест могут посетить любители спорта. И не просто посмотреть, но и поучаствовать. Обратите свое внимание на городской день физкультурника, который будет отмечаться 11 августа на центральном стадионе города. Пройдут соревнования по футболу, баскетболу и волейболу. Все желающие смогут принять участие в турнирах по шашкам и шахматам. На скейт-площадке зрители увидят состязание на лучший БМХ-трюх. Ярким событием праздника станет «Скилз-пати» «Приди и покажи», где ожидаются показательные выступления по брейк-дансу и рэп-баттл лучших саровских исполнителей. Впервые для любителей велоспорта состоятся соревнования «Велоджимхана». Их цель – преодолеть трассу с препятствиями за минимальное время с максимальной скоростью. Любители активного семейного отдыха приглашают на семейную дружную эстафету. Праздничная программа начнется на Икаре в 15.00 в 17.00 на центральном футбольном поле в рамках чемпионата области. Наш ФК Саров встретится с металлургом из ВИКСы. А еще в субботу в 11 утра на волейбольной площадке озера Борового пройдет соревнование по волейболу. Не пропустите! На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!